Приветствую вас, слушатели канала Наблюдатель Реальности. Тема сегодняшнего ролика – какова природа возникновения событий в нашей жизни и почему они происходят именно с нами. Попробуем разобраться в этом, используя современные знания о строении нашего сознания и основ квантовой физики. Первое. Мы не верим в то, что видим. Мы видим то, чему верим. Наблюдаем и создаем проекцию того, что наблюдаем. Эти проекции функционируют от наших предположений. В момент, когда мы что-то наблюдаем, то сначала мы предполагаем. И это предположение является нашим убеждением и верой. Наблюдение основывается на наших убеждениях. На квантовом уровне реальность определяется убеждением наблюдателя. Все во Вселенной так и определяется нами. Подсознательные мысли – эквиваленты субатомным частицам. Воспринимаем мир, мы имеем дело с энергией и информационными полями. В этих полях сознание и энергия легко взаимодействуют, а на поверхностных уровнях они воспринимаются раздельно. Существует неотъемлемая связь между сознанием и материей. Все заключено, весь мир, в едином поле атомов и энергий, людей и предметов. Физиологические и психологические уровни взаимодействуют с людьми и полями. Эти поля подобны струнам, квантовая теория струн. Их вибрации определяют формирование событий и материи. Они полны информации и жизни. Взаимодействие частот вибраций струн на психофизическом уровне формирует физико-эмоциональную реальность. Наши бессознательные уровни едины в своем поле с предметами. Мысли – это выражение наших глубинных бессознательных убеждений. Запомните это. Так наша глубокая форма убеждений управляет бессознательной реальностью и определяет физическую реальность. Все наши тонкие энергии, мысли, чувства объединяются в программы и программируют нашу жизнь. Система нашего мышления и убеждений в большой степени работает через бессознательный уровень. Это создает матрицу. Матрица – это иллюзия разделения духовного и материального мира, в которую мы попадаем и через которую воспринимаем этот мир. За матрицей скрыта глубинная реальность божественного творения. Эйнштейн сказал, воспринимаемая твердость – это мираж. Вся физическая реальность состоит из вибраций частот энергий. Меняя частоту вибраций, можно изменить саму материю. Вуаль, которую матрица набросила на наши глаза, можно сорвать и научиться самим управлять глубинной реальностью, выстраивая и создавая свою жизнь. В этом наша задача и состоит. Большинство из нас замерли в матрице и убеждены, что видимое отдельно от нас. Но это не так. Мы едины с видимым материальным полем. А значит, осознав и поверив в это, мы можем управлять реальностью жизни. Но бессознательный уровень человека, управляющий этим процессом, большей частью формирует события, которые мы воспринимаем как отрицательный результат. Например, взрослыми мы живем теми же программами, которые родители и общество установили нам еще в детстве. Это есть один из видов кармы, где наблюдение и восприятие есть творение наблюдателя. Второе. Иллюзия страха в проекции реальности. В божественной реальности не существует программы страха. Творец не создавал, и ангельские личности не знают, что такое страх. Они знают, что как только мы избавимся от воздействия на нас этой программы, мы станем совершеннее и перестанем страдать. Страх навязывают нам во всем и везде, особенно средства массовой информации, политики, церковь и так далее. Если вы задумаетесь и проанализируете свою жизнь, вы увидите, что у вас произойдет в жизни то, чего вы когда-то боялись. И это факт. Например, вы устроились на работу, а устраиваясь, вы уже боялись, что можете не подойти начальству, или же, что начальство будет недовольно, и вы создаете свою иллюзорную реальность. Проходит время, так оно и происходит. Вас уволили. Совет в связи с этим. Устраиваясь на работу, верьте в то, что вы именно тот работник, который нужен этой компании. А если вы чего-то не знаете, то вы быстро обучитесь, но без гордыни, не проявляя эго. И все у вас так и будет. Попробуйте. Страх – это система управления и манипулирования обществом, или программа Матрицы. Чем больше вы чувствуете страха сейчас, тем больше его будет в будущем. Матрица удерживает нас в страхе и беспокойстве о завтрашнем дне, и сожалений о вчерашнем. Это погружает нас в состояние медленных и грубых вибраций. Мы должны быть аккуратны с тем, во что мы верим, в отношении нашего будущего. В голографической реальности, чем больше вы зависите от системы убеждений, тем больше вы творите то, во что вы верите. Каждая мысль создает реальность, которая разрастается, как паутина. Сознание – это величайшая сила, которая создает то, что программирует в глубине нас. Бессознательный уровень. Загруженное бессознание человека создает трудности и страдания. Его нужно освободить. Но как? Совет. Первое – самоконтроль мыслей. Второе – управление творческой мыслью. Третье – медитация. Четвертое – перепрограммирование сознания. Пятое – отключение от матрицы. Шестое – самоосознание. Подсознание существует на грани с сознанием. В документальном фильме «Секрет» и «Кроличья нора» хорошо продемонстрированы влияния сознательного и бессознательного уровня мышления на жизнь человека. Бессознательный уровень мышления – это сила, которая работает по программам, которые там заложены. Но мы не имеем возможности напрямую их контролировать. Восприятие мира происходит так. Мы верим в то, что видим. Реально наблюдаем то, во что верим и создаем мыслью. Третье – перепрограммирование. Бессознательно мы создаем то, с чем боремся. Например, жена почувствовала, что муж потерял к ней интерес, и она своими мыслями, страхами еще больше усиливает мыслеформу, которая обязательно появится в реальности. Мы не ведаем, что творим, а творим мы постоянно. Мы хотим, чтобы реальность удовлетворяла наше желание о ней. Однако мы не осознаем, что мы причина происходящего. Человек ищет доказательств, не зная о том, что он сам создает эти доказательства. Мы создаем то, что сами считаем внешне независимым от нас, а затем сами начинаем с этим бороться. Это есть двоемыслие. Мир, который мы воспринимаем, основан на программах бессознательного уровня, которые автоматически внедряются в жизнь и самореализуются. Подобны и наши сны. Это проекции фрагментов реальности, бессознательного уровня в нашем сознании. Иногда сны проявляются в нашей жизни, бессознательно проявляются в снах и в реальной жизни одинаково. Наши мысли, эмоции создают новые программы для подсознания или перепрограммируют старые, формируя изменения в проекции голограммы матрицы. Многие люди жалуются, что у них стресс, что они в депрессии. Почему? Они не могут совладать с собой. Эмоции побеждают разум, и мы начинаем создавать, проецировать мир, разрушительные программы. Например, вы хотите заключить хороший контракт, который поможет вам решить ваши задачи. Вы планируете, обдумываете, вы создаете, но создав в глубине, вы сомневаетесь, что все так и получится. И вы также творите и этими сомнениями свою реальность. Возникает страх, а страх создает беспокойство. И вот уже так первоначальная программа, программа на успех, уже не работает. А работает программа, имеющая страх. Так как существуют энергетические субстанции, которые заинтересованы в вашем страхе. Вот мы и страдаем. Да, проект, о котором вы думали, может и воплотиться, но с трудностями и частично. Совет. Программируя, будьте уверены в том, что то, что вы создаете, вы обязательно создадите. Так и произойдет. Вера – вот главный механизм. Еще сохраняйте ровное, спокойное состояние. И все получится. Попробуйте. Мы сами создаем и запускаем программы в свою повседневную жизнь. Трудность состоит в том, что мы испытываем переживания психоэмоционального характера. Мы переживаем за деньги, за имущество, за работу и так далее. Мы застряли в своих же переживаниях. А если мы боимся и переживаем, то на бессознательном уровне создаются программы наших переживаний, которые воплощаются в жизнь без нашего желания. И у нас происходит то, за что мы переживаем и чего боимся. Наш мир – это матрица наших мыслей. Она отражает то, что мы проецируем из нашего подсознания. Мы заключены в переживаниях самих себя. Это отражение зеркала нашего внутреннего мира. Пока мы это не осознаем, мы будем в тюрьме наших переживаний и страданий. Люди, глядя вокруг, думают, что это весь мир. Но это не так. Это только маленький диапазон частот в бесконечном поле частот, вибраций и колебаний. Надо понять, что наши убеждения проецируются, и тогда мы найдем выход из мыслительной матрицы через самоосознание. Карл Юнг сказал, нет больше таких существ, как человек, так ясно выраженных и сознательных, что может дать их значимость их деятельности. Этот мир существует, чтобы помочь нам стать самоосознанными. Мы должны осознать, что то, что мы видим – это часть нас самих, это истина. Вы сможете в этом мире жить в согласии с тем, для чего он был сотворен. Четвертое. Выйти за грани матрицы. Наши проблемы происходят на бессознательном уровне, и мы этого не осознаем. Для нас необходим процесс изменений или перепрограммирования. Надо признать наши предубежденности. Чтобы избавиться от бессознательных убеждений, надо перестать их создавать. Например, мы думаем, что плохо выполняем свою работу, и мы творим и проецируем наш страх. Таким образом мы сами страдаем и заходим в заблуждение. И так будет продолжаться, пока этот акт творения не дойдет до финального конца, пока нас не уволят. Мы создаем убеждения сознательно и бессознательно. Мы живем и функционируем по программам, и они полностью неверны. Эти программы имеют в себе средства разделенности и ограниченности. Человек не создавался для этого. Наши задачи другие – жить по божественным программам и направлениям. Мы безграничны в своих возможностях творить, но наши творения должны быть согласованы с духовными. Это наша задача. От нас скрыто, что создаваемые нами убеждения создают нашу реальность. Мы должны заглянуть внутрь себя через наше убеждение и отражение событий, происходящих с нами. Неким темным существом создана мыслительная программа, к которой подключено наше сознательное и бессознательное. Это матрица. Она находится за пределами нашего восприятия. Она не дает возможности вспомнить истинное наше предназначение и ту память о божественном зерне духа внутри нас. Нам необходимо вспомнить и достигнуть наивысшей духовной программы. Пристотворение мира, вселенной, животного и человека, райской троицей, всеобщим Богом Отцом, Вечным Сыном и Бесконечным Духом, а также другими совершенными личностями, была создана духовная программа эволюции всего сущего. Вот это и есть духовная программа, по которой мы развиваемся. Это божественный план, и этот план приведет человека к Богу. Именно этой задачей и нужно жить. Духовные личности не заинтересованы в ваших страданиях, а наоборот, в вашем счастье. Но... Пример. Человек не хочет думать о своем развитии. Лучше полежать на диванчике у телевизора, попивая пивко. Вот это классно. Это счастье для серой массы людей. И такие люди – это легкая добыча матрицы. Они жалуются на жизнь, говорят, что жизнь плохая. А что делать? Вот мы и развлекаем свою жизнь с помощью воздействий на разум человека. Пиво, водка, сигареты, наркотики и так далее. Это люди без будущего, с горьким прошлым. Их разум, сознание отключены от души. Они, если и принимают решения, то эти решения неправильны. Эти решения диктует им матрица. Такими людьми управляют сущности в черном, в кавычках. И таких людей, к сожалению, 80% общества. Но в этой серой массе есть и те, кто находятся на грани жизни и смерти. И они начинают поиски выхода из трудностей и страданий. Начинает просыпаться их душа. Эти люди ищут спасения. А тот, кто ищет, тот находит. И вот уже этот индивидуум вырывается из матрицы, пробудившись ото сна. Начинает жить по божественному плану, плану развития и совершенства. В его жизнь приходят те, кто его дополняет. И уходят те, кто разрушал. Человек становится личностью. Существуют машины, которые блокируют наше сознание, не давая возможность осознать предназначение человека. У них нет настоящей индивидуальности. Это паразиты, которые разрушают. Это сущности в черном, в кавычках. Они работают внутри и за пределами иллюзорного мира. Их работа – похищать память, удерживать человека в матрице иллюзий. Майя – это иллюзорная система мира. Превратники майя – это служители матрицы. Сущности в черном, в кавычках. Они появляются в порталах времени и пространства и также там исчездают. Увидеть их можно только боковым зрением. Это призрачные черные фигурки, которые не имеют индивидуальности и питаются нашей разрушительной энергией. Они управляют матрицей. Они создают отрицательные программы, которые вызывают у нас сильные разрушительные эмоции. Сущности в черном, в определенных обстоятельствах, могут принимать форму и обыкновенного человека. Наше физиологическое тело – это биологический компьютер, а наша чистая природа – это наше сознание. С помощью своего сознания мы имеем безграничные возможности творения. И разве мы задумывались над тем, что мы создаем все, что видим и чем живем? А тело, которое имеем – это временная оболочка, управляемая сознанием, которое распадается, когда сознание покидает физический организм. Вернемся к теме депрессии. Что такое депрессия? Это результат нашего мышления и программирования. Медикаменты не помогают, когда психика распадается на части. Антидепрессанты ухудшают нашу психику, и человек становится еще более агрессивным. Существует программа коллективного бессознательного, и мы должны проникнуть вовнутрь этого механизма и научиться управлять им. Если ваше сознание не примет этого, и вы говорите, что это все чепуха, вы остаетесь в коллективной матрице бессознательного. Вы не осознали важности открывшейся истины. Если вы согласны с тем, что я сказал, вы осознали и делаете первый шаг навстречу свободной жизни. Свобода воли – право выбора. Я никому ничего не навязываю, я лишь предлагаю. Просите, и дано будет вам. Действие заключается в осознании того, что мы просим, думаем, то и получаем. И это именно так, это ключ к счастью. Когда мы осознаем факт, что то, что мы видим и переживаем, то заложено в нас, заложено внутри, в виде программ. Необходимо думать и верить в хорошее, меняя таким образом негативные программы. Творец с творением – кождественный. Сталкиваясь с трудностями и думая, что мы не можем изменить свою жизнь, так оно и произойдет. Поймите, у каждого из нас есть своя индивидуальная программа жизни и эволюции, которую нам заложили при творении души. И эта программа – программа счастья и радости. Да, Господь не ждет наших страданий, их жаждут сущности в черном, в кавычках. И как только мы с вами покидаем пределы матрицы, к нам возвращается память, и мы живем по программе Бога в радости и любви. Перед нами раскрывается иной мир – мир совершенства и гармонии. Мы получаем то, о чем просили, мы наслаждаемся жизнью, и этого хочет Бог. Он уготовил нам эту жизнь, и мы ее проживаем. Необходимо совершить революцию в умах человеческих. Надо осознать, что программа бессознательного работает. Наш мозг ежесекундно творит мысли, а значит творит то, что мы с вами увидим и переживем. Мы есть сознание. Сознание выходит изнутри нас. Мы творим, и именно для этого акта творения мы сюда пришли. Это надо осознать. И первое, чему нужно научиться – творить реальность своей жизни. Вера – это самый сильный механизм. То, во что мы верим, то мы и творим. Вера – это способ, через который черные хакеры, в кавычках, манипулируют нашим мышлением. Правительство через веру и убеждение управляют нами и нашим сознанием через средства массовой информации. Нам навязывают страхи, неуверенность, сомнения, разочарования. А мы, в свою очередь, проецируем это в сознании, создавая свою жизнь. Кто создает мысли, которые вы думаете? Кто создает взгляды на мир? Задумайтесь, и пусть каждый ответит для себя, как вырваться из-под контроля. Для начала нужно отключить себя от средств массовой информации. Так как мы создаем реальность, но нами манипулируют, то в результате получается не наше творение, а чье-то. Проблема еще и в том, что и другие люди влияют на нашу жизнь в виде центровых программ. И наше бессознательное связывается с их бессознательным, создавая таким образом комплекс событий в жизни. Карл Юнг сказал, человек, его психика сильнейшее оружие, сильнее атомной бомбы. И мы сами для себя представляем опасность. А теперь задумайтесь, разве волнует кого-то непорядок с психикой? А ведь больные люди, они тоже творят. Что они проецируют в этот мир? Задумайтесь. Их мысли тоже творения, но какие? И что они проецируют в этот мир? Это также воплощается в жизнь, создавая еще больше напряжения и хаоса, трудностей и разрушений. И таких психических больных становится все больше и больше. Этот факт говорит о том, что необходимо проснуться и стать на путь духовного развития, и тогда вы вне опасности. Если мы осознанно пойдем к этому, то мы сделаем шаг во спасение. Психические процессы управляют человеком. Это факт. Человек критикует мир, думая, что проблема в окружающем мире и событиях вокруг. Но нет. Нет же. Проблема в нем. В его факте творения. Человек думает так, как его убедили. И не задумывается, что кто-то хочет, чтобы мы так думали и так поступали и верили. Человек не должен быть программируемым со стороны окружения. Человек – это создание и подобие Бога. А значит, он имеет безграничные возможности. Но этот факт от нас скрывают. Зачем же? Существует социальная и антисоциальная деятельность, и мы служим той или другой. Это ложная идентичность. Но наша истинная идентичность кроется в нашем сознании, внутри нас. Если кто-то навязывает вам идентичность, то вас тут же подключат к бессознательной программе. И то, что вам навязали, начинает работать, корректируя вашу жизнь. И это программы манипуляций, работа матрицы. Зависимые от матрицы ее программ люди не хотят отключаться. Это те, кто не задумывается о смысле жизни, своем развитии и совершенствовании. Кто не хочет нести ответственности за происходящее, и кому нравится плыть по течению. Им легче, чтобы ими управляли. В эту категорию попадают люди разных профессий. Они, как зомби, подчиняются основным инстинктам плоти и управляющим матрицей. Это люди, отвергающие божественную реальность. Те, кто не хочет и не может задавать себе вопрос о смысле жизни. Вот как работает программа. Когда человек начинает отождествлять себя с какой-то программой другого человека, друга, начальника и так далее, он тут же подключается к их программе и им начинает манипулировать. При этом мы теряем свою идентичность и становимся частью системы. Мы должны оставаться сами собою, не подражая другим, не отождествляя себя с ними, чтобы другие не лишали нас свободы и права выбора. Тогда мы сможем видеть и осознавать игры, в которые играют люди, манипулируя друг другом. Например, человек надевает форму милиционера, и это идентичность. И заметьте, как сразу он меняется. Он приобретает идентичность внешности милиционера. И в поведении это очень видно. Такой человек не имеет своей идентичности. Он подключен к программе матрицы. Он подчиняется ее законам, теряя собственную индивидуальность. Люди, превышающие свои полномочия, начальники, военные, полицейские и так далее, служат ложной идентичности. Это создает энергию разрушения, эгоизм, страх, неуверенность, заносчивость, обиды, месть, агрессию и так далее. Все это программы матрицы, где создаются энергии, питающие матрицу и не дающие вам познать ваше истинное предназначение. А что значит жертвенность? Что значит принять свою собственную смерть? Это значит осознать свое эго. Это сильнейший механизм. Люди, у которых развито эго, являются прекрасными служителями матрицы. Через них внедряются все разрушительные программы. Эго навязывает свои программы, заставляя человека быть тем или другим, теряя таким образом свою индивидуальность. Они не верят в Бога и его законы. Они слепы. Я знаю таких людей, всю жизнь они тратят на карьеру, дабы иметь власть над другими. И это работа эго. Присваивая служа этому, они становятся основами системы матрицы. Их настолько это увлекает, что они не могут остановиться, разрушая себя и других людей. Именно через них работают машины матрицы. Эти люди имеют много страданий, болезней. Достигнув одних привилегий, им хочется других и так далее. Они в сетях, их сознание отрезано от души так, что пробуждения нет. Эго отделяет нас от нашей значимости и божественной программы. Эго – величайший механизм иллюзии и разрушения. Оно маскируется в жизни человека очень ловко и распознать его не так-то просто. Для сознания необходимо сознание, но эго закрывает сознание. Замкнутый круг. Эго – это рефлекс на окружение. Оно захвачено причинностью и линейным мышлением. Друзья, у вас есть выбор. Только вы сами можете принять решение о своей дальнейшей жизни. Мы ищем свою идентичность и мы можем управлять ею. Надо только сбросить иллюзии. Эго не верит в наше божественное внутреннее предназначение. И это наш козырь. Мы должны познать себя. Вот наша задача перед Богом. Вера в это – смерть для эго. Только так можно победить. Христос показал нам путь освобождения от иллюзий матрицы, являющейся примером для каждого из нас. Проживая жизнь по примеру Христа, например, мы преодолеваем эго и гордыню. А значит, мы свободны. Мы должны осознать, что мир, который мы видим вокруг – это мир искаженности. И мы воспринимаем его за реальность, воспроизведя его вновь и вновь. Теряя связь со своей душой, сердцем, мы теряем предназначение, индивидуальность. Наука отключила нас от религии, от познания и раскрытия нашей души, от познания самих себя. Наше неверие создает нам тюремное заключение иллюзии, ну, образно говоря. Я говорю об истинной религии, которая развивает человечество, а не запугивает и унижает. Возьмите времена Средневековья. Какое бесчинство чинили священнослужители в кавычках? Вы думаете, это куда-то ушло? Да, во времени ушло. Но в нашем подсознании прописалось в виде опыта и информации. Теперь эти программы влияют на нашу жизнь. Пока мы этого не осознаем, мы порабощены сами собой и нашим подсознанием. То есть нам это нужно осознать. Бог милостив, если снова дал нам жизнь, так распорядитесь же ею по достоинству, сделав свой собственный выбор свободы и восхождения. В каждом из нас кроется величайшая сила, которая способна творить, но откроют ее только те, кто имеет в душе любовь и милосердие. Многие из нас владеют двойственностью природы. Утром праведники, а вечером убийцы. Наша двойственность наносит нам смертельный удар. Двуличный человек не имеет индивидуальности, поэтому необходимо определиться, кто мы и куда мы идем. Если вы хотите выйти из замкнутого круга страданий, то возьмите ответственность за свою жизнь. Признайте, что природа ваших страданий спрятана в вас, в вашем бессознательном, и начните работать над собой. Останавливайте себя на плохих мыслях. Будьте осознанными, творите добро и создавайте прекрасное и мыслью, и делом. Именно мысль является важнейшим механизмом в совершении счастья. Мысль – это мельчайшие субатомные частицы, из которых состоит материя и мы с вами. Как только вы это осознаете и станете жизнь, принимая это, вы достигнете успеха. Мы не должны страдать, мы должны вспомнить свою истинную божественную природу и начать творить свою жизнь. Поймите, что все, что происходит в вашей жизни, вы создаете сами. И вы скажете, разве я создавал болезнь? Но я отвечу – да. Когда-то вы в мыслях этого боялись, а значит, программировали себя. И вот через несколько лет, когда вы об этом уже забыли, болезнь проявила себя. Мир, который мы считаем реальным – иллюзия. Все, что вы видите – это иллюзия, этого нет. Есть только ваше сознание, которое творит мир. Мы являемся творениями Бога, а значит, мы должны исполнить Его волю, так как Его воля – это наша воля. Мы сотворены в истинной духовности, а духовность – это вера в то, что все молитвы и просьбы воплотятся в реальность, достигнув таким образом наивысшей духовной реальности, божественной программы. Теперь несколько советов. Если вам все-таки удалось до конца дослушать то, что я вам говорил, и осознать это, то эти советы для вас. Если вы мыслите другими категориями, то вы забудьте все, о чем вы только что слышали. Это ваше право. Советы. Первое. Постройте план своего развития. Второе. Достигая цели, ставьте следующую цель. Третье. Не останавливайтесь. Остановка – это падение. Люди, перестающие двигаться вперед, познавать мир и совершенствоваться, становятся легкой добычей разных сект, где они монотонно бредут по кругу в навязанных им статичных постулатах, имеющих значение лишь как малый трамплин для постижения безграничной вселенной и бескрайнего внутреннего мира человека. Четвертое. Работая в духовных практиках, нарабатывайте волю, настойчивость, любовь и сострадание. Пятое. Контролируйте мысли и старайтесь контролировать сны. Шестое. Работайте со своим эго. Ваша задача победить эго, вырваться из-под его изощренного влияния. Седьмое. Расширяя границы сознания, старайтесь объединять все науки, открытия, эксперименты, а не разъединять их. Они все единое целое – проявление Бога. Восьмое. Вера и убежденность выведут вас из-под контроля страха. Девятое. Мыслью создавайте прекрасное. Ищите это прекрасное повсюду – в природе, в жизни, в обществе. Посылаю вашей воле импульс божественной энергии для вашего развития и самосовершенствования, для вашего счастья, радости и любви. Ну и резюмируя, так сказать, все вышесказанное, скажу, что знание превосходит законы, управляющие восприятием. Ибо частичное знание невозможно. Оно едино и не имеет разрозненных частей. Тебе воистину единому сознанием необходимо знать только себя, и твое знание будет полным. Знать чудо Божье – значит знать самого себя. Вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам сказать. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь. Если вы хотите получать вовремя уведомления о новых роликах, жмите колокольчик. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok